Армасес Казахстан ДКНБ, следственный изолятор Департамента Комитета национальной безопасности на Караса и Батырак. Вот мы сейчас попробуем посмотреть три статы. Там везде победил АДАЛ. И в Маслихате, и в Мажлисе. Смотрим демонстрацию экрана. Так, значит, вот итоги. Так, это по Мажлису. По Мажлису получаются данные такие. Народная партия Казахстана получила один голос. Нуратан получил четыре голоса. Аул получил три голоса. А, ничего не получил. Акжол получил три голоса. Победил АДАЛ семь голосов. Так, значит, мы попробуем здесь. Вот первая страница этого же протокола. По Мажлису. Значит, как мы видим здесь, Мажлис, 10 января. Протокол участковой избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов Мажлиса. Участок 92-й. Карасай-Батыра, том 70, следственный изолятор ДКНБ Алматы. 16 избирателей. Получено бюллетеней 17. Получается, один погашен. Значит, по факту получило 16. И так далее. Три члена избирательной комиссии раздавали бюллетени. Вот на себя обращает внимание вторая фамилия. Аскар Улу. Один член избирательной комиссии. Второй член избирательной комиссии. Джу Цзинь Ци. Китаец. Третий. Калдыбаев. Вот. Вот такие результаты у них получаются. Это вот по одному, значит, получается по Мажлису. Теперь дальше поехали. Возвращаемся на участок. И сейчас попробуем раскрыть. Теперь уже по Маслехату. Так, по Маслехату мы открываем. И сейчас мы попробуем и вам продемонстрировать. Значит, снова демонстрируем экран. Так, вот мы демонстрируем экран. Вам должно быть видно. Это уже по выборам Маслехата города Алматы. 92-й участок. Тот же самый следственный изолятор ДКНБ Алматы на Карасейбатыра 70. Видим, что получается вот в конце документа, ну, тоже 16 человек проголосовало. Тоже самое три человека выдают. Асхар Олу, Джу Цзинь Ци, непонятный сотрудник КНБ. Так, внизу, в самом конце Народная партия получает один голос. Нуратан получает четыре голоса. Аул получает ноль. Ахжоу получает три. И Адал получает семь голосов. Солай, ребята. Значит, вот в итоге самое главное, что победил народ, проиграл Нуратан. Будем смотреть на другие результаты. Нам самое главное, чтобы наблюдатели были везде. Это вот благодаря наблюдателю. Благодаря наблюдателю. Фальсификации не случились на этом участке. Рахметно, предатель. Благодаря.